И я всех, друзья, приветствую на своём канале, ну и добро пожаловать в новенький видосик про Хэйдэй. И сегодня хотелось бы вас также поздравить с небольшим праздничком, ведь сегодня 1 мая. И сегодня есть повод записать для вас новенькое видео, ведь сегодня будет обзор небольшой на новый фармпасс. Ведь начался новый месяц, новый фармпасс. Я скажу свои впечатления, свою реакцию, я расскажу, конечно же. И, ну, конечно же, реакция будет не первая, потому как я уже его сегодня видел. Но хотелось бы пару моментов прокомментировать и просто рассказать вообще, что там и как. Да, а также просто ещё поиграем. Сегодня интересное событие происходит в городе, ведь сегодня, ну, как бы 2х опыта, а также плюс 2х репутации. Так что можно будет переходить быстренько на новый уровень. И также 30-й уровень города меня уже скоро ждёт. Друзья, поддержите серию лайков, ведь я стараюсь. Вот, как вы видите, стараюсь так вот частенько для вас записывать новенькие видосики. Сейчас нахожусь на своём, ну, так сказать, новом месте, в котором я уже записывал свой прошлый видеоролик. Нахожусь в лесу, как-то здесь ловил интернет каким-то образом. Я думаю, что ничего никуда меня не выкинет с фермы. Всё будет нормально. Ну, и ветра, кстати, сегодня нету, как в прошлый раз. Я извиняюсь, если будут какие-то лишние там шумы, может быть. Ну, короче, я думаю, что этого всего не будет, друзья. Так что, ну, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, а мы будем начинать. Ну, что ж, сначала переходим в фармпасс. Так, что у меня... Ага, может быть, давайте что-то выполним. И... Ага, что можно ещё выполнить и забрать 45 тысяч опыта? Интересно, нужно в суши-баре что-то приготовить. Хорошо, вообще базару ноль, базару зеро. И мы приготовим, вот так вот закинем суши с раком и обык... С раком, да? А, ну да. А я обыкновенные суши. И сейчас забираем 45 тысяч опыта. Давайте вот так вот лайтовую, лайтовую музыку включу. А где? А-а-а, Виталик! Виталик, надо же колоночку отключить, правильно? Да-да-да, Виталик, колонку надо же было отключить перед видосом. И забираем. 45 тысяч опыта прилетает. Вот, день назад, по-моему, да, день назад я переходил на новый 118 уровень. И уже за, ну, буквально два дня, да, можно считать два дня, уже 166 тысяч опыта у меня в карманчике, как говорится. Ну, дальше буду двигаться. Ну, что ж, фармпасс, да? Хорошо, полетели. Платная дорожка. Объясните. Ну, ну, просто, ну, ну, не знаю. Не, ну, честно, честно, без комментариев я могу это оставить. Я могу сейчас зайти в магазин, вам продемонстрировать данную... Дорожка из бревен, она, кстати, называется, да? Ну, не знаю, честно. Честно, спорный вариант такой, чтобы ее засунуть в платную дорожку. Могли бы, честно, что-то, ну, более, более такое, ну, интересное. А это какое-то более, ну, приземленное, я не знаю. Ну, короче, вообще никакое. Окей, ладно, мы это упустим, идем дальше. Так, ага, цыплячий ваучер 2, ага. А потом мы получаем в бесплатной дорожке, знаете что? Ну, то же самое. То же самое. 5 вот этих гребаных дорожек. Ну, вот куда? Ну, вот зачем? Ладно, хорошо. Хорошо, пропустим. Идем дальше. Пазл, хорошо. Я, конечно же, фармпасс покупать не буду. Вообще мне, как бы, ну, вот этот помпон, блядь, или как он там называется. Я не знаю, смотрел обзор у англо-язычного там ютубера. Вот. Ну, вот что? Это шляпа, да? Ну, шляпа, хорошо. Хорошо, идем дальше. Авторское украшение. Это хорошо. Так, ну, дальше у меня в бесплатной дорожке идет 90 тысяч опыта, которых я, конечно же, заберу. Дальше. Ну, тут уже хорошо. Тут уже начинается хорошо. И более-менее все так, ну, по украшениям нормально. Но нормально происходит только в верхней и в платной дорожке. Ведь мы здесь видим такой типа скворечник небольшой. Также с цыпленком. Ну, с такой мини-анимацией. Да, тоже хороший, неплохой. Мне он, ну, в принципе, нравится. А также еще такой прикольный, я бы сказал. Да, прикольный. Вазар Узиро. Кораблик также с мини-анимацией. И, но, можно его куда-то так вписать на ферме, что он будет смотреться прям очень даже. И также цыплята там туда-сюда бегают. Вот анимация прям, ну, вот это украшение прям хорошее, да. Ну, посмотрите на вот это. Просто, ну, я не знаю, это какая-то катушка, какой-то шланг, я не знаю. Может быть, ну, конечно, это не керхер, потому что на керхер это не похоже. Ну, я бы согласился бы на керхер, например, не знаю, там, чтобы трактор помыть машину. Ну, короче, ну, это вообще непонятно какая-то хрень. Я не знаю, куда ее нужно будет всунуть мне, но ничего страшного. Ну, и самое главное, это 180 тысяч опыта и бесплатный том на 5 звезд в бесплатной дорожке. Вот, ну, один цыплячий ваучер также. Вот, и здесь несколько ускорителей еще будет. Ага, да, пазл. И, ну, все, свиток один и больше ничего интересного. Нас на бесплатной дорожке не ждет, друзья. Ну, вот такой фармпасс 50-50, so-so, thank you and bye-bye, как говорится, да. Ну, по крайней мере, я думаю, то, что чуть-чуть, чуть-чуть все-таки он лучше, чем был предыдущий. Вот. Хорошо, что по заказам? По заказам у меня полная шляпа, хотя нет, хотя нет, шляпы здесь нету. Шляпа у нас в фармпассе, пон-пон или бон-бон, я не знаю, как его правильно назвать. Неважно. Вот такие у меня заказы, все выполнять не буду. Ну, давайте зайдем в город. Там, я думаю, то, что у меня сейчас, ну, несколько все-таки. Бля, сопли, что это такое? Виталик, нужно вообще как бы выздороветь было перед, ну, перед видео, не? А я вообще не болел. А с чего ты взял то, что ты вообще больной? Да по жизни просто, на голову, понимаешь? Так, заткнись. Все, так, давайте будем собирать опыт. А у меня здесь его и немного, а у меня здесь его и немного, потому как, ну, мало посетителей, мало вообще кого здесь я обслужил. И, ну вот, накапало чуть-чуть опыта, 169, а плюс 3К, да? Да, ну, плюс 3К, просто с гостиницы. Ну, двойной опыт. А, кстати, может быть, я даже сегодня добью 30 уровень города, а может быть, завтра добью, не знаю, посмотрим. Хорошо, кого я смогу обслужить? Давай, иди в спа-салон, гостиница у меня, к сожалению, вся занята, через 1 час она будет у меня освобождена. Хорошо, спа-салон, здесь, ага, опять гостиница, так, давай, значит, магазин подарков, иди, кинотеатр. О, кстати, у нас здесь очень много есть клиентов, которых нужно обслужить. Так, гостиницу мы не трогаем, магазин подарков, иди, иди. Здесь спа-салон иди, а здесь пляжное кафе, да, пляжное кафе, и все, дальше уже все посетители идут в гостиницу. Так, здесь обслуживаем, здесь это будет, букетик найду. Так, ага, малинку найду. Ну, хорошо, свечки подготовил, заготовил свечки. Сейчас покажу, сколько у меня воска есть. Кстати, было, по-моему, 40, да, 40 воска. Все, здесь уже всех обслужил, можно выходить. Да, можно выходить. И свечки заготавливаю специально для города, потому как знаю, то, что там их постоянно. Вот, уже 22 воска у меня осталось. Сделал несколько свечей, вот так вот закидываю. И, конечно, они делаются не очень быстро, но, ну, все же, все же они пригодятся. Все же они пригодятся. И нужно заниматься вот этим делом, и свечки дают нормально так прибыль. И, ну, короче, делайте свечки, и в городе их очень часто просят. Так, что можно посадить? Ага, ну, давайте, хорошо, посадим немного помидоров. Дальше картошку. Так, о, кстати, я же сделал суши, правильно? Сделал, да. А почему рис не посадил? Все, уже посадил. Пусть растет. Даже можно еще одну закинуть. Да, вот, давайте еще одну закинем с раком. И здесь я бы хотел бы сделать, ага, уже бы не хотел бы сделать, потому что у меня нету сметаны. Хорошо, после масла у меня есть сметана. Что могу сказать по поводу рисок? По поводу рисок меня все устраивает. Но напрягает только одно. Напрягает только одно то, что нужно очень много масла. Да, очень много нужно масла. И это самый такой главный расходник уже стал... Вообще, в целом он был самым таким требовательным. Но именно для рисок это отдельная история. И, ну, жрет очень много масла. И вот видите, вот сразу закинул, и масла стало ноль. Так что с маслом беда, с маслом пробел... Пробел? Какой пробел? Не понял. На клавиатуре? А где у тебя сейчас клавиатура? Другу отдал. А зачем? Она мне нахуй не надо. А, ну окей тогда. Все, вообще, вазару зиру. Все. Делаем, значит, корм. Кормим коров. И, ну все. Я не знаю, что еще здесь сделать можно. Вот, делаю, кстати, новые продукты. Фалафель, который нахрен, наверное, никому не нужен. Хотя очень редко я все-таки встречаю в городе то, что его просят. Да, и самоса тоже иногда просят. Но это уже такое. И делаю, и делаю. Что я делаю? Шаурму делаю. Да, шаурму делаю, только нужен хлеб. Хлеб. Но сейчас не до шаурмы. Я хочу сделать бублик с овощами. Потому что там, кстати, тоже очень часто его просят. А это, ну, такие продукты, которые, ну, не каждый день ты их сможешь сделать. А, да. А, да. Угу. Заманчивое предложение, однако. Ну окей. Десятку возьму. Спасибо. Хорошо. Очень ты щедрый, конечно. 39-й ур... А, да. Угу. Не, ну чел старался, наверное, да? Чел старался. Так же сам старался, как и я, я могу сказать. Ну... Ну, я тоже очень сильно старался. Прям выдумал такой вид искусства. Прям, ну, вообще ни у кого такого не встретишь. Согласитесь. Просто, ну, не знаю. Картина маслом можно прям выставлять на аукцион за 10 миллионов долларов. Там, понимаете, да? Шучу. Не смешно. Хорошо. Друзья. Ну, вот такое видео получилось. Пишите ваше мнение, конечно же, в комментариях по поводу фармпасса. Кто будет его покупать? Кто его не будет покупать? Будет интересно почитать. И зачем вы его, собственно говоря, будете покупать? Из-за опыта, либо же, чтобы забрать украшения. Так, вот мой тег напоследок. Добавляйтесь. Добавляю всех, кто выше 40 уровня, друзья. Это важно. Копируйте, скриншотте и кидайте заявки мне, друзья. И я вас обязательно добавлю, если у вас, опять же, уровень выше 40. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ждите новеньких классных видеороликов, ведь они будут совсем скоро. Я вот надеюсь на вашу поддержку. Так что, да, движемся до 120 уровня. А также, вот, будем также двигаться к 150. Конечно же, не знаю, когда он будет, но он обязательно, друзья, будет. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.